Выездное совещание началось с небольшой экскурсии по предприятию. В последние годы горсвет активно развивается. Закупается новая техника и оборудование. По городу идет замена электропор. Те средства, которые удалось сэкономить по работе по энергосердинскому контракту, по решению мэра, они все направляются на развитие всех систем уличного освещения. А здесь уже полностью все закуплено или еще что-то? Что, поставка идет? Ну, это малая часть. Сейчас уже в этом году начали устанавливать. То есть я уже видел, спасибо, на набережные добавили опоры. К тому же использованные старые металлические опоры реставрируются и уходят в аварийный резерв. Фактически из бушного материала мы потратили 3100 рублей и получили 20 опор. То есть одна стоит 3100 рублей. Нормальный хозяйский подход. Да, то есть теперь у меня вот как бы аварийный запас есть обследование. Кабинат сделал, что это нормальный металл хороший, как бы, да, что он, в принципе, нагрузку-то выдержит. Также Горсвет следит за показаниями датчиков, которые установлены на коммунальных развязках. Все данные стекаются в диспетчерскую, которая была построена совсем недавно. То есть нам удалось предотвратить последствия аварии оперативно. Именно за счет того, что работает диспетчерская. То есть она уже, в принципе, только на двух авариях она уже себя, эти расходы все окупились. Но главным вопросом, из-за которого собрались депутаты, повышение цен за присоединение наружного освещения к электросетям. Из-за этого под угрозой оказалась реализация наказов избирателей. Проблемы обсудили за круглым столом. По крайней мере, две улицы, за которые стоимость их присоединения к сетям МРСК выросла в 10 раз по сравнению с первоначальной стоимостью. С 34 тысяч до 400. А деньги заложены в меньшем объеме. А с чего это связано? Изменились правила тех присоединения у МРСК Сибири, в ряд Энерго, то есть сетевая компания. Это было прогнозируемо? Нет, это было не прогнозируемо. Приняли новые правила. Теперь депутаты будут вести переговоры с МРСК Сибири, чтобы те разрешили подключиться к сетям по старым ценам и выполнить наказы избирателей. Руслан Хороших, Бату Гармын, Новости дня.